Потом опять я приходю в себя и выхожу в рабочие вопросы. Обращаем внимание на Владимира. Вы две противоположности, которые не можете без того, чтобы не создать себе искусственные препятствия. Сначала загадывайте желание. Желание начинает как образ исполняться. Вы потом этим желанием перестаете быть довольным, потому что оно требует ваших вложений, усилий и вложений. Значит, отсюда будет бесконечный откат, а потом, да, это таблички. Это я предугадываю следующую нашу с вами встречу для того, чтобы все-таки системное мышление становилось более в вашей голове понятным. Значит, тогда последовательность выстраиваем. Прыгать можно, но падать тоже как-то бывает по-разному. Ну, хочется с этим всем объемом, скажем, справиться. Уже легче, чем было там первые несколько недель. Но все равно не хватает, вот как вы говорили Владимиру, структурности, четкости, понимания, что мы это все распределили, четко действуем, дисциплинированно. Вот этого не хватает. Личный пример, будьте любезны своим сотрудникам показывать, свои уравновешенности, спокойствия и четко ответы на вопросы, которые сотрудники в суете и в хаосе пытаются на вас перекинуть. Но это партнеры, у меня сотрудников сейчас нет. Да партнеры тем более, вы же о чем-то с ними договаривались. Так что, говорю, давайте выдыхаем, всегда есть вариант решения задачи. И начинаем садиться прописывать этот вариант решения задачки, чтобы всем зрительными глазками, образами, ощущениями, хотите, побрызгая французскими духами, запахом. Этот вариант запечатлелся в вашей памяти, и мы оперативно и спокойно начали его реализовывать. Состояние профессиональной роли, оно не подразумевает эмоции. И четко рождает убеждение, что, что бы ни происходило у вас на рабочем моменте, это именно та ситуация на сейчас, с которой вам нужно справиться. Значит, всегда есть, ну, минимум один вариант. Как правило, их 16, но хотя бы 8, только варианты отличаются по времени. Или мы делаем, как обычно, нет развития, это от стрельца и вниз, и идем в переповтор, грядущие условно, то же самое, топчемся на месте. Или мы все-таки развиваемся, это сценарий с победой, и тогда мы идем вверх, и более корректно, более структурно, более упрощенно, убирая ненужные детали, компонуя за меньший промежуток времени, делаем то, что нам нужно, потому что задачу ставили мы, значит, решать нам ее. И самое главное в этом случае найти язык коммуникации, который бы упрощал получение информации, обработку ее, для того, чтобы люди, разговаривая на одном языке, точно понимали друг друга и быстро, оперативно, принимая решения, начинали действовать. Вот основная задача, это задача класса управления, с которой, собственно говоря, семинар вас и знакомит. Это третья задачка, имеющая свое наполнение. Хорошо, давайте так, по семинару есть вопросы? Я просто хочу с вами чуть-чуть родовую программу, как и обещала, родовые программки разобрать, чтобы было над чем подумать. Мы можем сейчас с табличкой поработать, а потом, если есть вопросы, я отвечу по семинару. Ну там, я думаю, там настолько все понятно, но это мое субъективное мнение. Итак, принимаем решение. С таблицей работаем по родовым программам? Отлично. Значит, мы здесь с вами рассматриваем две нижние программную и вариативную судьбу человека, соответственно, роли. Вот смотрите, у нас есть здесь мужские и женские роли. Когда женщина, здесь они работают по стихиям, я надеюсь, что вы их перепишите и впишите по четырем тактам. Значит, когда я женщина-женщина и так себя вот чувствую притягательной, красивой и такой потрясающей, то мужская роль, которая притягивает и внутри, и снаружи, это будет мужчина, который осознает себя Буддой. И от такой женщины ему нужен будет только секс. Переполненное чувство собственного достоинства и женской телесности, вот этой доступности, потому что на уровне льва очень много сексуальности и дистанция очень близкая. Значит, вот женщина, чувствующая себя с одной стороны женщиной, а с другой стороны не очень умеющая себя защищать и различать, всегда будет притягивать в свою жизнь мужскую роль «я секси», то есть попользовал и пошел дальше. С чем это связано? С запретной системой на выражение агрессии. Значит, в семье данной девочки запрещали, как и мальчику, который сексом предлагает любовь, значит, секса и больше ничего нет. Запрещали защищать себя. В силу дистанции чересчур близко было нападение. Невозможность было сделать шаг назад или шаг в сторону. Отключенная защита по-другому. И степень доступности — это как единственная возможность не умереть. А личная карма. Различать не умею. Сексуальная потребность достаточно серьезно присутствует. В этом нет ничего плохого. Но нужно понимать, что это идиотская сказка. Если вы просто хотите секса для того, чтобы почувствовать себя нужной, ну, как любая девушка на уровне желания, такое неосознанное, и вот оно такое емкое, потому что внутри аж распирает, то всегда придет мужчина Будда, который будет нить себя императором, покорять словами, использовать нижней частью тела, потом разворачиваться и уходить. Значит, первое, чему здесь нужно учиться — никогда ставить себе установку, никогда не быть любовницей, никогда не идти на какие-то вероятности «давай сейчас, а потом». А четкое осознание женщины равно «у меня есть собственное достоинство». Не согласие, да, падание в жертву, а достоинство. Это программы, которые заложены. Значит, нижняя у нас семейная идет программка, а верхняя идет родовая. Семейная от родовой отличается тем, что в семье, соединяясь мужчина и женщина, они все-таки борются, чье знание победит, или какая религия станет первой, да, или будет верховодить мужчина или женщина, и каждый раз происходит пресловутая борьба. Как только знание или родовая программа победила, значит, все дети будут повторять, бессознательно копируя ту ветку папы или мамы, которая победила между мужчиной и женщиной в данной семье. Почему двойственность присутствует в каждом из нас? Потому что мы имеем внутри каждый из нас, как мужчина, так и женщина, имеем две роли, две крайности по своей стихии. Еще раз, огонь имеет роль я-женщина и имеет роль я-коллектив. Всем должна угодить. Я-женщина – это вариативная судьба, это папа, это желание понравиться мужчине, желание иметь близкие отношения с мужчиной. А я-коллектив – это когда мама денно и ношно на нее перебрасывала что-то, было достаточное количество родственников, и девочка всю жизнь подай, принеси. Обслуживала этих родственников, если это были застолья какие-то и праздники, и мероприятия. Но там всегда находился один статусный мужчина, недосягаемый такой, недостижимый красавчик, это такой поставленный на пьедестал, крутой такой, брутальный, замечательный. По-другому могу сказать, чтобы вы понимали. Значит, я-коллектив, жертвуя для одного, женщина-бандит внутри себя, живущая телом, телесными удовольствиями. Я-женщина – это уже интриганочка, которая с большим выбором пытается обратить на себя внимание, чтобы что-то получше, что-то покруче, что-то поинтереснее, поденежнее выбрать. Понимаете, о чем разговор веду? Но при этом на все это действуют достаточно серьезные запреты, которые заставляют человека, ну, человека-женщину действовать в этих двух крайностях. По-другому.